Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Премудрости Соломона Я читаю все на дальний перевод для библейского портала экзегет Ну и 14 глава продолжает тему заданную 13-й, да и вообще всей этой Вторую частью книги Премудрости Соломона Божественная педагогика, общая ее тема, да, Господь воспитывает Разные народы, включая язычников, ну а вот конкретно здесь Наш автор обращается к печеванию идолопоклонства А почему плохо поклоняться идолам, насколько это бессмысленное занятие И вот в 13 главе был очень яркий образ столяра, который изготавливает Некий красивый предмет из дерева, из обрезков себе делает идола И молится бездушному о собственном своем успехе, мертвому о жизни Еще один яркий пример Еще Иной собираясь плыть и переплывать свирепые волны Ну мореплавание в древности было делом гораздо более опасным, чем сегодня Призывает на помощь дерево, слабейшее, носящего его корабля То есть его корабль, по крайней мере, хорошо плавает А идол даже этого не может Ибо стремление к приобретениям выдумало он И, значит, немножко такой корявый синодальный язык Корабли делаются в основном для того, чтобы перевозить грузы и торговать Получать прибыль А художник искусно устроил Но промысл твой отец управляет кораблем Ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах Показывает, что ты можешь от всего спасать Хотя бы кто отправился в море без искусства Да, бывает, вот, новичкам везет, говорят, да Человек, не умеющий справляться с кораблем Тем не менее может совершить успешное путешествие Ты хочешь, чтобы не тщетны были дела твоей премудрости Поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву И спасаются, проходя по волнам на ладье Иногда вот на крохотной лодочке люди спасаются от кораблекрушения Ибо вначале, когда погубляемы были гордые исполины Надежда мира, управленная твоей рукою Прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода Такая загадочная фраза Идет речь про Ноев потоп Когда некие исполины, они были до Ноева потопа Об этом нам шестая глава Бытия рассказывает Они погибли, а всего лишь одна маленькая семья Надежда мира, потому что от нее пошло новое человечество Спаслись на корабле Благословенно дерево, через которое бывает правда То есть вот этот ковчег Корабль-ковчег, то есть то самое дерево А это рукотворенные идолы Проклятые и самой сделавшие его за то, что он сделал А это тленное названо Богом Это вот про деревянного идола Ибо равно ненавистны Бога и нечестивец и нечестие его И сделанное вместе со сделавшим будет наказано Потому и на идолов языческих будет суд Так как они среди создания Божьей сделали смерзостью Соблазном душ человеческих И сетью ногам неразумных Соблазном сетью, то есть вот улавливают человеческие души Ибо вымысел идолов начало блуда Изобретение их растления жизни Не было их начали И не вовеки они будут Они вошли в мир по человеческому тщеславию И потому близкий сужденным конец Причем здесь блуд, сексуальное распутство Идолопоклонство вроде бы его не предполагает Но переход через границы Он означает переход через разные всякие границы Кроме того, многие языческие культы Связаны действительно с оргиями Причем это не просто вседозволенность Это часть религиозной жизни То есть эти оргии совершаются при храмах Причем как совершались Не знаю, вряд ли сегодня это продолжается Хотя, кто знает Совершались при храмах Как составная часть культа Богини Плодородия, например Изобретение их растления жизни Чтобы отвращать живущих Вот источника жизни Отец, терзающийся горькой скорбью Рано умершем сыне Сделав изображение его Как уже мертвого человека Кстати, из Египта дошли до нас Прекрасные портреты умерших Вот эллинистический Египет Откуда и премудрость Соломона Эти фаюмские портреты Во многом предвосхитившие технику иконописи Да, вот на золотом фоне Лицо человека Причем идеализированное лицо Без недостатков Такое вот светлое А ведь это просто Люди хоронят своих близких И любя их Они заказывают Такие их изображения Где они идеальны Где они, по сути дела, божественны Так вот, сделав изображение его Как уже мертвого человека Стал затем почитать его Как Бога И передал подвластным Тайные жертвоприношения Потом, отвердившийся временем Этот нечестивый обычай Соблюдаем был как закон И по повелениям властителей Извоение почитаемо было Как божество То есть, вот, почитание мертвых Превращается в религиозный культ Который, соответственно, вытесняет Какое-то подлинное богопочитание С точки зрения автора этой книги Кого в лицо люди не могли почитать По отдаленности жительства Того отдаленное лицо они изображали Делали видимый образ почитаемого царя Да, дабы этим усердием Польстить отсутствующему Как бы присутствующему Ну, понятно, да Вот нужно почитать царя Значит, царь далеко Мы делаем его портрет Изображение И перед этим портретом Оказываем те же почты Как и оказали бы самому царю Вот, собственно, источник Эдолопоклонства Как его понимает автор нашей книги К усилению же почитания От незнающих Поощрило тщание художника Ибо он, желая, может быть, угодить властитеру Постарался искусством Сделать подобие покрасивее Народ, увлеченный красотой отделки Незадолго при тем почитаемого Как человека Признал теперь божеством И это было соблазном для людей Потому что они, покорясь Или несчастью, литеранству Несообщимое имя Прилагали к камням и деревам Несообщимое имя То есть имя Бога И вот две версии В возникновении идолопоклонства Либо это почитание умерших Либо почитание правителей Которое далеко И поскольку здесь Объект почитания отсутствует Либо в силу того, что он мертв Либо в силу того, что он удален Почитание переходит на его изображение И изображение постепенно становится Самодостаточным Становится идолом Потом недовольно было для них Заблуждаться в познании о Боге Но они, живя в великой борьбе Невежество Такое великое зло называют миром Совершая или детоубийственные жертвы Или скрытые тайны Или заимствованы от чужих обычаев Нейства и пиршества Они не берегут ни жизни Ни чистых браков Но один другого Или коварством убивают Или прелюбодейством обижают Соответственно, идолопоклонство Ведет и к нравственным падениям К тому, что Никаких уже барьеров не остается Вот почему, кстати, идолопоклонство Начало блуда Как тут было сказано выше А всеми же безразличия Обладают кровь и убийства Хищение и коварство Растление, вероломство, мятеж Клятва преступления Расхищение имуществ Забвение благодарности Осквернение душ Превращение полов То есть, когда один пол превращается в другой Тогда, естественно, это делалось Не хирургическим путем А переодеваниями Бесчение браков Нарушение брачных уз Прелюбодеяние распутство Служение идолам Недостойным именованием Есть начало и причина И конец всякого зла Ибо они Или веселясь неистовствуют Ну, то есть В каком-то бурном веселье Переходят все границы Ну, естественно, не идолы А люди, которые их почитают Или прорисают ложь Или живут беззаконно Или скоро нарушают клятву Надеясь на бездушных идолов Они не думают быть наказанными За то, что несправедливо клянутся Стало быть Рассчитывают, что эти идолы им помогут Но за то и другое Придет на них осуждение И за то, что нечестиво мыслили О Боге, обращаясь к идолам И за то, что ложно клялись Коварно презирая святое Ибо не сила тех Которыми они клянутся Но суд над согрешающими Следует всегда за преступлением неправедных Вот Такое долгое Очень Страстное Я бы сказал В хорошем смысле слова Обличение идолопоклонства На этом 14 главе Оно заканчивается Ну а следующее 15 будет Как 14 описывало мерзость Идолопоклонство 15 будет описывать Выгоды отказа от него Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...